здравствуйте рад вас снова приветствовать на нашем youtube канале not по стригун сегодня у нас на обзоре вот такая вот замечательная машинка endis master cordless машинка для нас давно ожидаемый мы очень долго пытались привести все у нас что-то не ладилось то с таможней то с транспортной компанией но в итоге она все-таки к нам приехала и давайте посмотрим что же это за чудо такое за такие чудесные деньги и так как всегда сначала упаковка упаковка такая довольно стильная она не стандартный квадратик а вот такой вот брусочек небольшая в общем-то компактная удобная красивая такая как дорогой коньяк в принципе очень хороший подарок получился бы достаточно налепить бантик сбоку здесь у нас изображена машинка в отличие от большинства упаковок endis не в натуральную величину а просто красивое фото сзади перечислены основные преимущества перечислена комплектация ну по комплектации здесь практически ничего нет на самом деле машинка масло подставка зарядка и указано какие ножи подходят к данной машинке также указано что машиночка у нас шустрая что подходит для сухих волос только для мокрых не подходит что подходит для всех типов волос и что мотор у нас здесь роторный ну вот в общем то и все что здесь указано а ну да еще указано у нас что обороты машинки 7 200 оборотов в минуту но и довольно много хорошо давайте скрываем машиночку и смотрим что же у нас внутри и так лежит он у нас такая чудесная машинка лежит такая очень красивая подставочка макулатура конечно же здесь у нас лежат те немногие это у нас масло и зарядное устройство зарядное устройство здесь под американскую розетку притащили мы эту машинку из сша поскольку в россии пока мы не дождались официальных поставок этой машинки но рассказываем про то что есть хорошо нет насадок машинка довольно дорогая но тем не менее поставляется без комплектных насадок предполагается что вы сами должны докупить что-нибудь ну допустим там магнитные насадки эндис которые очень крутые но тоже стоит довольно таки недешево здесь имеется в комплекте чудесная подставочка зарядное то чего не хватает в барберских машинках вол допустим у них никаких подставок в комплекте нет и отдельно купить невозможно оригинальных здесь шикарная подставка такую же мы видели у триммера энди стил от лайнер корлис ну в таком же стиле очень похоже если их поставить рядом то будет смотреться как комплект дальше машинка главное чем обращает на себя внимание данная машинка это конечно же металлический корпус мастер всегда выпускался вот в таком вот металлическом дизайне просто раньше он был проводной теперь его сделали беспроводным блестит сияет все это замечательно единственное смущает то что корпус сам алюминиевый крышка стальная и они отличаются по тону алюминий дает голубоватый оттенок ну а у нержавейки у этой такой теплый желтоватый оттенок поэтому они по цвету отличаются ну да бог с ним не велика проблема весит данная машинка не скромные 375 граммов это конечно же много но тем не менее меньше чем допустим валовских машина которые весят по 400 граммов которые полностью металлический корпус довольно угловатый довольно большой что несколько смущает в руке лежит не сказать чтобы идеально но тем не менее хват довольно таки уверенный непонятно как будет вести себя корпус этот жару насколько он будет скользить поскольку он абсолютно гладкий в отличие от валовской машинки где есть специальные выступы под пальцы здесь этого нет просто гладкий металлический корпус и сверху гладкий и снизу гладкий и в общем-то ухватиться особо то и не за что то есть просто вот как взяли так взяли из эргономики здесь у нас имеется индикатор заряда который у нас имеет всего два цвета синий красный то есть когда у нас там машинка работает у нее полный заряд отображается у нас ну горит у нас синий цвет когда у нас машинка близка к разряду здесь начинает мигать красным при зарядке там наоборот когда полностью пустой у нас красная потом начинает мигать синий и когда уже полностью зарядилась горит постоянно синим цветом что еще рассказать ну самая главная деталь машинки это конечно же нож нож здесь интереснее чем у валовских машинок интереснее он тем что у него гораздо длиннее ход чуть ли не на 2 миллиметра длиннее ход то что здесь зубчики расположены более часто соответственно снимать будет более чисто с одного прохода будет меньше полосить данный нож ну и само крепление ножа то здесь нет такой болезни как у валовских машинок с металлическим корпусом что там нож надевается на фрезерованные пазы на корпусе постоянно ножи стоят криво на машинке сделать с этим ничего невозможно никак это не настраивается и не лечится здесь у нас крепление прикручивается к корпусу и соответственно она выставляется идеально нет таких косяков как постоянно на металлических валовских машинках и поэтому нож здесь ходит ровно вперед вывели он стоит параллельно назад убрали он стоит параллельно нет перекосов ножа ну и сам нож крайне удачный то есть вообще все отлично с ножами здесь нож здесь имеет длину среза от трех нулей до одного то есть от 0 5 миллиметров до 2 и 4 миллиметра ширина ножа стандартный 46 миллиметров поэтому здесь не составляет проблемы подобрать насадки но рекомендую использовать именно индисовские насадки магнитные поскольку там хорошее качество и просто очень удобно если уж разорились на дорогую машинку возьмите себе дорогие насадки не пожалеете нож крепится на винтах не быстро съемный это в общем-то обычная история для американских машинок барберских но за счет того что на винтах он немножко регулируется можно там выставлять срез в ноль если очень хочется но опять же смысла особого нет поскольку этот нож это нож для массы есть у индис ножи для фейда то есть сюда можно поставить фейдинговый нож и тогда превратится эта машинка но фейд машину аналог там magic липа до или мастер фейд который не cordless мотор здесь по заверениям производителя имеет 7200 оборотов но то что реально сами намерили в магазине 6 с половиной тысяч оборотов то есть ниже заявлено почему не знаю замеры проводили мы на полностью заряженном аккумуляторе на холостом ходу то есть там не под нагрузкой ничего шесть с половиной тысяч оборотов в минуту показала мощность двигателя около трех с половиной ватт это немного это меньше чем у валовских машинок у которых от 5 до 7 ватт зависимости от модели мощность двигателя но этого более чем достаточно такую мощность на самом деле имеют там не знаю 95 процентов профессиональных машинок остальные там пять процентов имеют мощность ниже ну исключение валовские машинки где просто решили взять до одури мощности чтобы компенсировать все остальные минусы питание здесь комбинированное то есть в машинке встроенный аккумулятор но она может работать и от шнура от аккумулятора работает у нас непрерывно до 90 минут полная зарядка за 60 минут но на самом деле время зарядки на здесь вообще не должно волновать по той простой причине что у нас здесь есть зарядная подставка соответственно работая на потоке мы провели все необходимые работы машинкой над клиентом и тут же воткнули подставку где она стоит весело подмигивает нам синими огоньками до заряжается напоминаю что здесь используется литий-ионный аккумулятор соответственно подзаряжать его можно в любой момент в любой момент под поставить на подставку и все будет замечательно будет заряжаться у вас машинка будет постоянно полностью заряженной полностью готовой к работе подставка здесь ну просто отлично она очень устойчивая то есть ее прямо наклонить это надо постараться во первых это за счет ее формы очень удачной и во вторых это за счет ее массы это не просто там пустой кусок пластика. Она утяжеленная, весит 220 граммов, и внизу у нее такая резиновая пластиночка, за счет которой у нас не скользит по поверхности абсолютно. Понятно, что если там поверхность у нас какая-то ребристая, грязная, пыльная, то скользить будет больше, но вот здесь по чистому столу ее практически невозможно сдвинуть. Я с усилием нажимаю, и она еле подвигается. То есть, с подставкой здесь вообще не промахнулись. Ну и давайте попробуем обобщить наши выводы, что же это за чудо такая вот машинка, хороша она или плоха. Итак, во-первых, машинка красивая. Тут вообще бесспорно, она считается одним из эталонов внешнего вида. Ее набивают себе в качестве татух, просто ей любуются, но и на подставке она выглядит просто божественно. Если вы ее поставите себе на стоечку, будете любоваться и вы, и все, кто к вам приходит. Из минусов, конечно же, это металлическая глянцевая поверхность. Она будет всегда заляпываться пальцами. Ее нужно будет регулярно протирать. Следующий минус, это, конечно же, посредственный мотор. Мощность 3,5 Вт. Как всегда, хотелось бы больше, но больше будет хотеться всегда. Будут здесь 3 Вт, 5 Вт, 7 Вт, 10 Вт, 15 Вт. Увеличивать можно до бесконечности, но на самом деле для 95-99% клиентов достаточно 3 Вт. Мощность компенсируется здесь ножом. Нож здесь шикарный, с длинными зубцами направляющего гребня. Зубцы относительно частые, то есть они достаточно частые для того, чтобы волос не гулял и чисто срезать за один проход, в отличие от валовских машинок, где зубцы гораздо реже и волос гуляет. Но, с другой стороны, они не слишком частые, чтобы не запутываться в густых волосах. Нож здесь практически эталонный. Ну и крепление ножа очень удачное. За счет этого нож ходит ровненько, а не как на металлических валовских машинках, где он постоянно ходит криво с завода, ничего с этим не сделаешь. Главный минус этой машинки, это, конечно же, ценник. За цену этой машинки можно купить практически 2 100-летних валовских машинки, и это, конечно же, смущает. Но, тем не менее, если посмотреть отзывы в американских интернетах, то когда компания Wall анонсировала очередную свою новинку, не раскрывая название в Инстаграме, то тут же посыпались реплики от подписчиков, что «Ну, надеемся, ваша новая машинка будет по качеству не хуже, чем Эндис Мастер Корлис». Я не мастер, я этой машинкой не работал, ничего сказать не могу, но в целом у мастеров в США отзывы об этой машинке просто-таки восторженные, что лучше неё без провода купить ничего для Барбера невозможно. Что ж, подождём отзывов от наших клиентов, что они расскажут. Ну, а пока, пока-пока, будут вопросы, задавайте их в комментариях под видео, либо в нашей группе ВКонтакте, ну и можете также писать в Директ в Инстаграм, и не забывайте, что у нас есть магазин, где эту машинку уже можно купить. Заходите, смотрите, спрашивайте. На этом всё. До новых встреч!